Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы снова на Медиа-Информе, программа «Мы» с Михаилом Кацином. И сегодня у меня в гостях политолог, политический консультант, политический эксперт агентства «Дженконсалтинг» Александр Шатхин, с которым мы уже встречались накануне Нового года. И поскольку накопилось достаточно много интересных тем, которые Саша, как всегда, очень компетентно может адресовать, я решил повторить эту встречу. И думаю, и этот эфир будет для вас интересным. Саша, спасибо, что пришел сегодня в студию. Да, добрый вечер. Саша, мы сегодня будем говорить об эффективности коммуникации власти с обществом и эффективна ли антикризисная политика власти применительно к внешним и внутренним угрозам, перед которыми сталкивается наша страна. Особенно эта тема актуальна в свете той трагедии, которую наше государство сейчас испытало в Иране, когда в небе над Тегераном был сбит наш Боинг. Погибло очень много людей, среди них 11 граждан нашей страны, но и граждане других стран. Это действительно трагедия такого европейского масштаба, мирового масштаба и, безусловно, трагедия нашей страны. И, конечно же, мы увидели, как на ладони реакцию власти совершенно разных стран, от европейских стран до Канады, Соединенных Штатов Америки и, безусловно, нашей страны. Насколько тебе кажется, была эффективной и результативной реакция нашей власти применительно к этому кризису? Ну, уже все сошлись во мнении, что она была неэффективной. Ну, точнее, недостаточно эффективной. Но нельзя забывать о том, что власть, новый, новый президент, новая команда, новое правительство – это все люди, которые пришли не так давно к власти. Они молодые. Еще полностью в нашей стране, к сожалению, нет грамотной и эффективной передачи власти от, скажем так, попередников к новой власти. Поэтому, возможно, в коммуникации пока они еще слабы, но нужно время, хотя бы нужно год для того, чтобы понять, насколько их коммуникация с обществом, в первую очередь, на сегодняшний день эффективна. К сожалению, в такой трагедии, а это огромная трагедия для нашей страны и для стран, чьи граждане погибли в этой катастрофе, здесь нужно было реагировать намного быстрее. Но реакция, к сожалению, была достаточно медленной. И сегодня мы имеем то, что спецслужбы других стран – США, Канады, стран Европейского Союза – они достаточно быстро среагировали на все те возможности, которыми дают их спецслужбы. Мы, к сожалению, в этом плане были не первые. Но вопрос в том, научатся или вынесут они какие-то уже для себя полезные точки от других стран, как быстро реагировать на те или иные вызовы, это мы уже увидим чуть позже. Саша, вот эта медлительность в реакции украинской власти в первые часы кризиса, это безусловно кризис, когда власть вынуждена как-то реагировать и коммуницировать с обществом, чтобы, по крайней мере, рассеять страхи общества, то есть прояснить ситуацию, прояснить вот этот кризис для общества. На твой взгляд, медлительность, она была вызвана просто неготовностью нашей власти расставить точки над «и» и сказать, что действительно это Иран сбил Боинг до того, как это сделал Иран. Почему, на твой взгляд, мы услышали однозначные оценки сначала от представителей Канады, Соединенных Штатов Америки, ряда европейских стран, и лишь потом, уже по факту, когда иранские власти признали, что это они ошибочно сбили украинский Боинг, последовала жесткая реакция украинской власти? Я думаю, что власть — это же отражение общества. Мы очень часто боимся называть вещи своими именами. И, к сожалению, они здесь тоже побоялись называть вещи своими именами, когда уже все страны, наши западные партнеры говорили о том, что это была не просто катастрофа, это не проблема в самолете, потому что это сбитый самолет, и он был сбит военными силами Ирана. Мы побоялись назвать вещи своими именами и сказать, что да, это ошибка, может быть, человеческий фактор, это уже вопрос, как дальше будут расследования, именно Ирана. В этом плане мы, как обычно, испугались, наверное, какой-то ответственности, потому что как страна мы достаточно слабая до сих пор, и мы зависимы экономическими, все-таки партнерными нашими экономическими торговыми отношениями с Ираном. У нас там достаточно большой экспорт, мы туда экспортируем сельскохозяйственную продукцию. Я не думаю, что они хотели так резко рвать свои отношения с Тегераном, и они ждали все-таки реакцию какую-то именно от Тегерана. Когда они ее получили, они уже на следующий раз признали о том, что они имели такую информацию, действительно, о том, что самолет был все-таки сбит военными силами Ирана. Саша, вот на фоне этого кризиса, который возник в начале января, сразу заговорили одновременно о выборах в Соединенных Штатах Америки, которые будут уже совсем в ближайшее время, собственно, в этом году, в ноябре, и в 2021 году Соединенные Штаты получат либо снова Трампа, либо нового президента, он приступит к исполнению своих обязанностей. И, конечно, поднялся вопрос, почему Соединенные Штаты Америки все-таки в лице господина Трампа приняли решение устранить вот этого вот генерала Сулеймани 4 января, что как бы сдетонировало кризис на Ближнем Востоке. На твой взгляд, это была скорее потуга Трампа показать себя неким таким сильным президентом, который может использовать терминологию северо-восточного нашего несоседанного врага, мочить в сортире, да, и как бы желание получить дополнительные бонусы накануне президентских выборов, повторить как бы потуги Обамы, когда был ликвидирован Усам и Балладен, тем самым Обама перед вторым сфогом получил дополнительные бонусы, либо это был все-таки достаточно нетрезвый расчет, когда просто Соединенные Штаты не понимали, к чему может привести эта таргедия. Все-таки, на твой взгляд, это личный фактор, фактор Трампа, либо это в целом ошибка Соединенных Штатов Америки, которые как бы не рассчитали удар. Давайте говорить о том, что есть такое понятие, как проблема Ближнего Востока, она очень глубокая, это тут не вопрос даже именно в Трампе и только в Иране, это и проблема арабо-израильского конфликта, это проблема Сирии, в Сирии ничего не решается до сих пор, там идет гражданская война, там не наступило мирное время, там до сих пор Ассад, президент той части Сирии, которую он контролирует, а никакого прогресса нет в арабо-израильском переговорах с палестинцами, мы его тоже не видим. Вопрос Ирака также сильно силен, потому что на севере Ирака есть курды, которые выступают за свою независимость, и там такой глубок проблем, который решить, наверное, на сегодняшний день, некоторые все-таки аналитики говорят, что за это ответственен Иран. Он финансирует сирийские террористические организации, он финансирует всем этот известный Хизбалу, он финансирует так или иначе Хамас, и таким образом он своей недружной политикой к своим соседям, в том числе к Израилю, провоцирует постоянные конфликты с Соединенными Штатами Америки, постоянные конфликты с европейскими партнерами. Сегодня Иран опять под санкциями, хотя эти санкции были также вновь сняты, и была уже достаточно более мягкая политика в отношении Ирана, но их политика враждебная к своим соседям, и о том, что они постоянно говорят о том, что они наведут ракеты и на Дубай, и на Саудовскую Аравию, это все провоцирует постоянный конфликт между Ираном и Соединенными Штатами Америки. И, конечно, Трамп здесь решил для себя наверняка поступить как сильный президент и ликвидировать тех людей, которых он считает замешанных в терроризме на Ближнем Востоке. Саш, не показалось ли тебе, что Соединенные Штаты Америки в очередной раз стараются как бы притянуть нашу страну к решению и этого вопроса, и тем самым оказывают такое мягкое давление, такое так называемое soft power по отношению к Украине? Ну, после проблемы с импичментом Трампа, я думаю, что уже к Украине достаточно такое, с одной стороны, бдительное отношение, но с другой стороны, очень осторожное. Вопрос в том, что это был украинский самолет, никто не знает, чем бы этот самолет был в тот момент. Я не думаю, что там прямо была, на мой личный взгляд, что была цель сбить именно украинский самолет. Там был сбит самолет, а какой это был самолет, они уже узнали уже после. К сожалению, так получается, что наша страна постоянно находится в каком-то информационном поле со сбитыми самолетами. Мы знаем про самолет, который был сбит в 2014 году над Донбассом, и до сих пор это расследование не завершено, оно длится. Но я не уверен, что именно была наводка сбить именно украинский самолет. Саш, я внимательно следил, так же, как и ты за социальными сетями и на реакцию социальных сетей по отношению к этому кризису. С российскими СМИ, российскими блогерами все понятно. Это люди, которые, в принципе, всегда агрессивно настроены по отношению к Украине, к сожалению. Но давайте поговорим о ситуации в нашей стране. Вот что я увидел, так это желание сознательное, либо несознательное, разной политической силы и аффилированных с ними политических экспертов-блогеров пропиариться, пройтись по власти в контексте данной трагедии. Почувствовал ли тоже то же самое? Ну, естественно, сегодня большинство политических сил, мы их знаем, особенно в Верховной Раде, это и Батькивщина, которая перешла в оппозицию, и Голос, который сегодня также находится в такой, скажем, мягкой оппозиции. Все они заинтересованы в том, чтобы критиковать новую власть, потому что они достаточно рейтинговые, я говорю сейчас о слуге народа, о президенте, и отобрать кусок этого рейтинга является основной целью и задачей перед следующими выборами в парламент. Поэтому эта тема для них, конечно, была острая, но когда они критиковали президента и правительство за достаточно мягкую и недостаточно быструю реакцию, в принципе, они были правы в том, что мы не предприняли достаточных мер для того, чтобы сразу заявить о том, что наш самолет был сбит. И это не проблема авиакомпании МАО, это не проблема в самолете, а проблема в том, что наш самолет был сбит просто военными силами Ирана. Не кажется ли тебе, что в очередной раз на повестку дня встал вопрос о неком регламентировании публикации в интернете ответственности за публикуемые сообщения, поскольку сознательно либо несознательно отдельные журналисты, эксперты не могут участвовать в гибридных действиях по отношению к нашей стране, и, безусловно, как минимум у нас есть Российская Федерация, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в нашей стране, которая, как минимум, заключается в создании ряда слухов, связанных с предательством власти украинского народа. То есть это стандартная схема в манипулировании общественным мнением. Не кажется ли тебе, что Украина как государство должно усилить свою информационную безопасность, и все-таки, чтобы были созданы некие, скажем, рамки, регламенты, через которые нельзя было переступить? Тогда для этого нужно переходить в законодательство Российской Федерации, где регламентируется сегодня интернет, где регламентируется сегодня пресса, и таким образом, через такие законы ты контролируешь все. Хорошо, как с этим тогда государство бороться? Есть такое понятие, то есть то, что публикуется, да, если это не экстремистская, если это не антисемитская, не российская публикации, то, в принципе, с ними бороться достаточно сложно. Я предлагаю больше бороться с интернет-буллингом. Я являюсь сторонником принятия закона против интернет-буллинга, где конкретно в самих комментариях или в сообщениях раздуваются темы абсолютно российского характера, абсолютно антиукраинского характера, и поэтому вот с такими вот бы комментариями, с такими сообщениями, вот с ними нужно бороться. И для этого нужен отдельный закон, но бороться против полностью всех публикаций, постов и мониторить их в Facebook и других социальных сетях, но это приведет просто к ужесточению и, наверное, к откатыванию Украины в любых рейтингах свободы слова. Ну, Саш, ты же знаешь, что дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Если будет регламентирование хотя бы в одном, безусловно, оно спродуцирует регламентирование в другом. Тогда логичный вопрос к тебе. А если ты против любого рода регламентирования, и почему тогда не обойтись просто исками в суд по защите достоинства деловой репутации, да и все? Зачем тогда принимать дополнительные регламенты? Дело в том, что без закона о, так скажем, интернет-буллинге, на сегодняшний день очень сложно доказать в суде и отстоять свое достоинство. Вот в этой связке, это тоже вопрос, конечно, к юристам, но то, о чем я консультировался с юристами, в этой связке закон о буллинге, против буллинга, да, и закон о защите, этот закон нужно еще усовершенствовать, закон о защите и достоинстве человека, вместе с этим, в этой связке они работают на то, чтобы каждый гражданин, который был так или иначе оскорблен, так или иначе был загнан в какие-то рамки определенными людьми, мы знаем, как прекрасно некоторые агентства, скажем так, не очень честные, через ботафермы, начинают охоту на ведьм и уничтожают тех или иных политиков или тех или иных лидеров, чтобы вот такие люди могли защититься в суде и сказать, да, я был невиновен и против меня просто исполненная компания. Нет, это же абсолютно просто делается, кидаешь фекалии на вентиляторы, они разбрасываются по всему Facebook, либо Instagram пространство. Сегодня Facebook контролирует выдачу рекламы, это происходит все через рекламу, они контролируют это в США, в Канаде, в Китае, в Украине, в Китае не везде, потому что они запрещены в Китае, в Тайване, в Украине и во Франции, и таким образом Facebook видит полностью, кто оплатил эту рекламу, кто это конечное лицо, и, конечно же, в суду выдаст всю эту информацию. Саша, вот на фоне кризиса в Иране мы видим также кризис репутации отдельных политиков, в частности, Святослава Корчука, который вызвал на себя огонь критики после публикации информации о его отдыхе в Таиланде. Кроме того, ряд публикаций связаны с зарплатами топ-чиновников, которые просто превосходят все мыслимые и немыслимые пределы. На твой взгляд, допустимо ли политику, лидеру политической силы в парламенте находиться на отдыхе, когда, во-первых, у нас есть война на Донбассе, с другой стороны, у нас кризис связан с сбитием Боинга, и допустимо ли политикам получать такого рода заработные платы, настолько высокие, и не кажется ли тебе, что те люди, которые, например, критикуют политиков за излишне высокие заработные платы, в свою очередь тоже занимаются популизмом, потому что понятно, что если ты не предлагаешь менеджеру господприятии какую-то конкурентную заработную плату, он тут же займется коррупцией. Если мы говорим сегодня о Вакарчуке, действительно это неверно, о том, что лидер одной из сил в парламенте просто где-то находится на отдыхе, в то время, когда в стране объявлен траур, и это огромная трагедия для страны, это, конечно, проблема, его рейтинг снижается, это очевидно, и я думаю, что такой отдых ему пошел не на пользу, это явно. И здесь уже моральная сторона этого человека, и как он будет из него выкручиваться, это посмотрим уже дальше. Действительно, это минус огромный. Но у нас так принято, что у нас оппозиция считает, что вот эта власть за все отвечает, а мы можем пока находиться в тени и только ее критиковать, и больше ничего не делать. Но так это не работает на сегодняшний день. Если мы говорим о зарплатах для госчиновников, да, был у общества запрос на то, чтобы была максимальная борьба с коррупцией. Она предназначает то, что чиновники, крупнейшие начальники госпредприятий должны получать высокие зарплаты. Но с другой стороны, глава Укрпочты, который получает больше миллиона гривен в месяц, и обычный почтальон, который получает несколько тысяч гривен в месяц, в Украине, ну это очень странно, такого не может быть. Да, я сторонник высоких зарплат для всех, абсолютно. Я сторонник высоких зарплат для чиновников в госпредприятиях, но не по полтора миллиона гривен в месяц, потому что это абсолютный плевок в лицо обществу и каждому человеку, который работает в том или ином предприятии и получает в сотни, а в сегодняшний день и в тысячи раз меньше. Ничего не происходит случайно, и даже фотографии отдыхающего Вакарчука в Таиланде, они тоже не случайны, безусловно. Кто-то заинтересован в сливе этой информации о создании скандалов, равно как и других скандалов с переписками и прочее. На твой взгляд, кто сейчас информационно ударяет по Вакарчуку? Кто является главным интересантом? Дело в том, что на поле Вакарчука оно сегодня достаточно сужено, потому что это поле Западной Украины. Там в основном его избиратели, это несколько регионов, по большому счету, которые дали за него большее количество голосов. На этом поле работает Садовой, как мэр Львова, у него есть политическая сила, и он достаточно сильный там. На этом поле работает европейская солидарность, на этом поле также работает и Батькивщина. Вопрос в том, что не едят ли они общий рейтинг друг друга, ну, это мы уже видим скоро. Что им это даст, я тоже не уверен. Но вопрос в том, что Вакарчук, как лидер политической силы, которая подавала огромные надежды, что это политическая сила молодежи, современных украинцев, она абсолютно никак не отражает на сегодняшний день свою работоспособность. Мы уже видели такую политическую силу, это была самопомничь. Мы видели ее активную политику в Киеве, во Львове и даже в Одессе, но на сегодняшний день где самопомничь и где ее активная политика. Ну, возможно, голос повторит точно такую же судьбу, посмотрим. Для этого нужно время. Возможно, они выпадутся, как-то найдут решение, как выйти из этой ситуации, но это будет интересно, как они вынадят. Мы находимся на кону выборов местного совета. Не кажется ли тебе, что в скором времени, именно на местном уровне, мы столкнемся с разгоном подобного рода фейков? Мы с ними сталкиваемся. И не только фейков, а реальных сообщений. Мы с ними сталкиваемся постоянно, потому что сегодня интернет является одной из движущих сил в политике. Это абсолютный факт. Созданные батафермы, их очень много, они сегодня работают, они превращают работу не после президентских выборов, и они будут активны в парламентских выборах следующих, они будут очень активны на местных выборах. У нас ждут выборы мэра, поэтому я думаю, что ими будут активно пользоваться. Вопрос в том, что насколько политики на сегодняшний день готовы отражать эти атаки, потому что действительно это атаки. Иногда против людей готовятся целые компании, и тогда общество должно просто научиться распознавать, что является фейком, а что является реальностью. И очень важно, чтобы каждый политик имел возможность и такую внутреннюю в себе силу, чтобы доказать избирателю о том, что он прав, о том, что против него просто идет грязная компания. Саша, задача любого политического консультанта, политтехнолога продать не только конкретного политика, но и продать образ политика. И понятно, что в предыдущем году главный образ, который был востребован, это внесистемного политика, отрицающего фундаментальные основы системы, политика молодого, активного, незапятного в каких-то таких вот кулуарных скандалах украинской власти. Если мы говорим о местных выборах, какой образ политика будет наиболее популярен, на твой взгляд, среди кандидата? На сегодняшний день он все равно популярен, это кандидат, который вне системы, который пришел извне, он молодой, ему где-то до 45 лет, это абсолютно новое лицо, которое образованное, которое, возможно, имеет свой бизнес, это грамотный управленец, владелец компании, чистый, незапятный коррупционными скандалами или вообще какими-то скандалами. Такой человек сегодня затребован обществом, и общество его требует как на национальном уровне, так и на местном уровне. Поэтому сегодня такие лидеры, они будут активно продвигаться многими консультантами, и это уже, я думаю, что старт уже начат, это уже происходит на сегодняшний день, и мы увидим в скором времени огромное количество новых людей, молодых, интересных, и это говорит, кстати, о том, что мы сегодня перешли еще во время, когда гендерная политика очень имеет свой вес, потому что сегодня, особенно после нового закона о выборах, сегодня на трех, например, мужчиней должны быть две женщины, выдвинутые к партии, к кандидаты, поэтому сегодня мы увидим как и много женских лиц новых, так и мужских, поэтому это будет интересное состязание и борьба новых лиц между собой, а не просто новых лиц со старой системой. Не кажется ли тебе, как специалисту, что сейчас происходит некая ударная возгонка информационной волны по критике молодых, поскольку молодые – это некомпетентное, посмотрите на правительство, и президент недоволен правительством, и люди недовольны действиями правительства, нужно вернуть старых. Не кажется ли тебе, что возможен некий ренессанс, некая реинкарнация, старая политическая элита именно на местных выборах? Если новое правительство, молодое, если новые лидеры, они, конечно, не покажут результат очень быстрый, то да, это возможно, но если они все-таки будут иметь… на сегодняшний день у правительства высокий рейтинг, мы это видим, у них рейтинг доверия достаточно высокий, они его еще не растеряли, если они его сохранят к осени, то они, в принципе, смогут подтянуть других молодых людей, которые придут в власти и будут вне этой системы. Но если они полностью растеряют этот рейтинг весне, например, они сделают огромное количество колоссальных ошибок. Мы знаем сейчас, что многие законы являются достаточно скандальными, рынок земли, рынок децентрализации, который откатывается назад. Если это все пойдет в минус и общество скажет о том, что мы недовольны, то, конечно, старые элиты, скажем так, они вновь придут к власти, и придется тогда делить уже места и старым элитам, и новым лицам. Саша, не могу не спросить, у нас остается две минуты. Сегодня господин Путин обнародовал свое послание Совету Федерации, то есть в Верхней и Нижней Палате, в которой фактически он заговорил о старте конституционной реформы. Правительство подало в отставку. Очевидно, будет другой пример, поскольку Медведев будет заместителем секретаря Совбеза. Собственно, на этом закончится его бесславная карьера. И, конечно, нас эта тема не может интересовать, поскольку Россия – страна-агрессора, аннексировавшая территорию наш Крым и часть территории на востоке нашей страны. На твой взгляд, вот это изменение политической конфигурации внутри Российской Федерации, когда, очевидно, Путин не будет идти на новопрезидентский срок, он готовит себе такую спасательную подушку в виде государственного света, такую, которая есть у бывшего президента Казахстана Назарбаева. На твой взгляд, приход в Кремль нового лица, сможет ли он каким-то образом деэкскалировать конфликт, который существует между нашими странами, и сможет ли это открыть некую дорогу к миру на востоке? Да, очень правильно сказал о том, что Назарбаев хоть и ушел, Назарбаев есть. У нас уже была история, когда Медведев был президентом, например, он был Путин и решал все Путин. Здесь, возможно, та же самая история. В конечном итоге они могут изменить конституцию, они могут поменять все правила игры, они делают сейчас все, что хотят, потому что у них полностью полнота власти, Россия не является тематическим государством, там нет абсолютно никаких демократических институтов власти, поэтому ждать от них можно все, что угодно. Поэтому мы должны быть максимально сильны экономически и военно, для того, чтобы отражать любые атаки от этой страны и от президента Российской Федерации. Саша, спасибо тебе большое, что сегодня пришел в эфир нашей программы. Для телезрителей напомню, что сегодня с нами был Александр Шатхин, политолог, политический консультант, эксперт, сотрудник агентства Gen Consulting. Спасибо, что были с нами, не переключайтесь, уже через несколько минут у меня в гостях будет руководителем фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете Светлана Сулинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова